Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о поливе растений, а именно отвечу на вопрос, так ли важна температура воды при поливе растений. Многие люди, многие наши подписчики интересуются у меня, а можно ли поливать водой непосредственно из скважины, ведь вода течет довольно холодная, не навредим ли мы тем самым нашим растениям, не вызовем ли корневые гнили, особенно у огурца. Первое, что я хочу сказать, это то, что на глубине залегания корней температура почвы совсем не такая, как на поверхности почвы. Если вы выкопаете в самый жаркий день яму хотя бы глубиной полметра и просто рукой померяете там внутри температуру, вы и так поймете, что температура там довольно-таки низкая. Конечно, она несравнима с температурой воды из артезианской скважины, которая может составлять и 5 градусов, это, конечно, для огурца холодновато. Но для большинства растений полив такой водой не представляет никакой опасности. Почему? Потому что по мере проникновения этой холодной воды в слои почвы, она принимает температуру почвы, лишь незначительно отличаясь от температуры самой почвы. Ведь невозможно сравнить весь объем почвы, который есть, и количество воды, которая попала в эту почву. Поэтому для большинства растений, включая томат, перец, баклажан, полив водой непосредственно из скважины или из колодца является абсолютно безопасным. Если у вас есть возможность набирать достаточное количество поливной воды в бочке, с тем, чтобы она согрелась, это, конечно, очень хорошо. Почему бы и нет? Это нормально. Но вот если нет такой возможности, переживать за это совершенно не стоит. Совершенно иначе обстоят дела с поливом огурца, у которого, в отличие даже от томата, гораздо более поверхностная корневая система. И он гораздо более чувствителен к низким температурам почвы. Очень подвержен корневым гнилям всевозможным, в том же время, в том числе, вызываемых омицетами, такими грибоподобными, не грибами, а организмами, с которыми очень трудно бороться, ну, такими стандартными фунгицидными методами. И особенно это опасно, такой полив холодной водой, для горшечных растений, растений, выращиваемых в контейнерах. Потому что там как раз количество почвы ограничено. Поэтому для рассады, для комнатных растений, контейнерных растений, вам непременно необходимо, пусть немножко, пусть чуть-чуть, но подогреть воду, пусть она не будет теплой, пусть температура ее не будет равна температуре воздуха. Но все-таки она не должна опускаться, желательно, ниже 15 градусов при поливе. Если при поливе комнатных растений организовать такую температуру несложно, то при поливе из скважины, тех же огурцов при значительном количестве посадок, уже это проблема. Я вам предлагаю на каждой даче, у кого вот есть такая проблема полива из скважины, сделать очень простую конструкцию, которая будет эксплуатировать, так сказать, силу природы, силу солнечного света с целью подогрева воды. Конструкция эта работает, как вы понимаете, в случае хорошей инсоляции, хорошего солнечного освещения. Кто-то скажет, ну вот, дает, солнце палит, он поливает, да, какой-то диссонанс такой, такого не должно быть. Однако, если вы полив будете организовывать не по листьям, не сверху, не путем дождевания растений, а внизу, а уж тем более, если организован капельный полив, то такая система подогрева, предварительного подогрева воды вполне себя оправдывает. Состоит она из очень простой конструкции. Это обыкновенная фанера. Пожалуйста, если у вас есть лист жести или еще что-то подобное, вы можете его использовать. Толщина этой фанеры должна быть значительной для того, чтобы эта конструкция прослужила как можно дольше. Возьмите сантиметровую фанеру, а то и толще. Затем к ней нужно прикрутить небольшой брусок такой толщины, чтобы внутрь хорошо вмещался шланг. То есть, величина этого бруска зависит от толщины вашего шланга. Внутрь, внутри вы проделываете отверстие с тем, чтобы протянуть шланг. И здесь вот брусочек не дорезаете, чтобы вывести шланг наружу. Выведя шланг внутрь этой конструкции, его нужно немножечко зафиксировать, закрепить скобкой, а затем сложить его как можно плотнее в спираль. Вы можете использовать шланги темных цветов. Я использую черный. Почему? Разумеется, потому что он очень хорошо разогревается. Для повышения эффективности разогрева стоит выкрасить в черный цвет также и внутреннюю поверхность вашей конструкции. Безусловно, если у вас есть медные трубки, то вы можете эту конструкцию сделать из медных трубок. Очень плотно уложить здесь внутри. Но это может быть и не очень доступно всем массово, и довольно дорого, если это покупать. Почему этот шланг свернут спиралью, а не сложен, например, змейкой? Потому что в этом случае перегибы шланга, вот деформации шланга, перегибы являются минимальными. Если вы будете змейкой закладывать, то на стыках шланг будет переламываться и прослужит недолго. В таком вот виде вот эта конструкция уже служит более 6 лет. Конечно, если поток воды у вас очень большой, то вода не успевает нагреться здесь лишь незначительно. Поэтому мыться под ней вы сможете только в очень жаркий день. Но для полива растений эта конструкция подходит вполне нормально. В зависимости от того, в каком регионе вы находитесь, размер этой конструкции может быть разным. Для умеренной зоны, ну, со средней инсоляцией, тот же Минск, Беларусь, здесь размер метр на метр является вполне достаточным. Если вы живете в более северных регионах, либо вы хотите организовать таким образом подогрев воды для душа, она не будет горячей, но будет такой, ну, достаточно комфортной, чтобы, летней такой, то что называется, чтобы под ней помыться. В этом случае вы можете эту конструкцию сделать и 2 на 2 метра. Чем больше шланга вы туда заложите, тем теплее будет вода на выходе. Чем медленнее будет ток воды, напор воды, тем лучше будет согреваться эта вода. Регулируя размер, цвет, толщину шланга, понятно, что чем тоньше шланг, тем быстрее вода и сильнее будет там разогреваться. Но общий объем воды, вытекающий, будет небольшой. Вот регулируя эти параметры, вы вполне можете получить хорошую теплую воду. А эта конструкция прослужит вам достаточно много лет. Если вот вы не будете переламывать внутри этот шланг, а сделаете все, как я вам здесь показал. Что ж, это легко делается, это просто делается, это довольно занятно. Можно подключить взрослых детей к помощи в выполнении такой конструкции. Уверен, это будет не только полезно, но и очень интересно. Надеюсь, я мотивировал многих из вас для того, чтобы получать энергию, теплую воду. Вот таким простым, эффективным, экологически безопасным способом и очень-очень дешевым. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Я уверен, что многие из наших подписчиков уже опробовали подобного рода конструкции. И буду очень рад, если те, кто пробовал что-либо подобное, поделятся в комментариях своими впечатлениями и своими советами по совершенствованию этой конструкции. Стекло, оргстекло, что-то еще, может быть поликарбонат ячеистый кто-то пользовался. Пожалуйста, комментируйте, давайте свои советы. Мы всегда вам очень-очень благодарны за участие в дискуссиях и за помощь одних подписчиков другим своим опытом, своими советами, своими рекомендациями. Что ж, всего хорошего, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok